Здарова, ребята! В этом видео хочу поговорить с вами по поводу айфона SE третьего поколения. На мой взгляд, это все тоже неоднозначное устройство, но я поковырялся в интернете, собрал информацию про телефон и готов с вами, собственно, поделиться своими мыслями, имеет ли смысл его покупать, для кого он, да и, собственно, зачем вообще он нужен. Если мы сравним iPhone SE новый третьего поколения и iPhone SE второго поколения, то, что касается внешнего вида, внешний вид не претерпел вообще никаких изменений, то есть это все тот же дизайн, который нам показали в 2020 году. Единственное значительное отличие это то, что теперь керамик шилд будет отвечать за прочность телефона и, соответственно, если вы уроните, не так это все будет болезненно, как было раньше во втором поколении, где было обычное закаленное стекло. Из цветов черный, белый, красный, собственно, то же самое, что было в прошлом поколении, здесь ничего нового нет, хотя на слайдах было написано, что три новых цвета. Короче, черный, белый, красный, все, что нас с вами ждет из цветовой гаммы нового телефона. Мегапикселей в камеру нам не добавили, все то же самое, 12 мегапикселей, и докинули функцию Deep Fusion, собственно, это, скорее всего, только из-за A15 Bionic, который способен миллионы вот этих триллионов опираться вычислять. Соответственно, камеру немного прокачали, ну, конечно, это не уровень iPhone 13. Тоже неплохо, приятненько, да, когда камеру прокачивают. Собственно, какие iPhone снимают плохо, я не знаю, но теперь iPhone SE22 будет снимать, наверное, процентов на 20 лучше, чем его предшественник. Фронтальная камера осталась такая же, 7 мегапикселей, здесь тоже ничего нового, для фейстайм-звонков каких-то селфи-фото нормально, но, собственно, ну, наверное, даже можно и какие-то блоги снимать, как вот я делаю на iPhone 12 Pro Max, хотел сказать, 13. A15 Bionic теперь на борту, это самый последний процессор от Apple, который установлен во флагманских iPhone, в iPhone 13 серии, и, соответственно, долговечность iPhone SE третьего поколения, у меня будет возникать, у меня возникает такая мысль, что его будет поддерживать Apple, наверное, до 2030 года, а то, может быть, ну, да, наверное, 2030 год будет вполне нормально. Собственно, 8 лет, я думаю, вообще легко. На презентации iPhone SE нового поколения Apple сравнивал этот чип с iPhone 8, но это совсем, вы знаете, на мой взгляд, что-то неправильное, ну и там были такие цифры, что, мол, iPhone SE нового поколения в 26 раз мощнее, чем iPhone 8. По объему оперативной памяти, оказывается, ее 4, там какой-то разработчик наковырялся в Xcode, короче, 4 гигабайт оперативки, что, опять же, дает мне предполагать, что в каких-то тяжелых играх-программах iPhone будет вести себя достаточно комфортно, вот единственный у меня вопрос только к батарее, да, и к размеру экрана, 4,7 дюйма, все-таки как-то, наверное, в 2022 году, и, извините меня, на перспективу, все-таки как-то, наверное, маловато. Что касаемо дисплея, как я уже сказал, это 4,7 дюйма, Retina HD IPS, разрешение 1334 на 750 пикселей, что, собственно, наверное, является уже таким минимальным входом. Я могу сказать, что у меня были, наверное, уже все iPhone, начиная с iPhone 3GS и тот же самый iPhone 11, тот же самый iPhone XR, iPhone X, ну, X, наверное, нет. В общем, все те телефоны, где были IPS у меня, вопросов не было даже с таким разрешением. Опять же, в 2022 году, наверное, пользоваться комфортно, но этот телефон больше такой, как бы, базовый, позвольте мне так его называть, без всяких плюшек, OLED-экранов, ну, соответственно, да, у него и цена на порядок ниже. Яркость дисплея 625 нит, ну, естественно, никаких 120 герцах тут речи быть не может, это все-таки такой прерогатива, да, от топовых флагманных смартфонов от Apple, про версии, все-таки, да, опять же, повторюсь, что SE это такой очень бюджетный iPhone, который, если честно, непонятно зачем нужен, но об этом я подумаю, порассуждаю в конце видео. По объему памяти 64, 128 и 256, вы знаете, 64 гигабайта, уж по мне вообще как-то стыдно выпускать в современном мире такие телефоны, все-таки 128, золотая середина, но, с другой стороны, там и про рез нельзя будет поснимать, что касаемо видео. Собственно, цены 429 долларов, базовая модель 470 долларов и 579 баксов за старшую модель, и здесь, вы знаете, вопросов нет, если мы берем, условно, старый курс, то достаточно адекватные цены, вопрос только, кому нужен телефон, и вообще, какой можно взять на альтернативу, сейчас будем с вами рассуждать. Ну и позвольте мне, как человеку, который очень давно во всей этой теме варится, порассуждать, собственно, iPhone SE 3, iPhone SE 2, и позвольте iPhone 11 в эту линейку уже вставить, вот хочу порассуждать про эти три телефона, какой бы я предпочел купить, условно, на ближайшие, допустим, года 2-3. Начнем с iPhone SE 2 поколения, вы знаете, этот телефон будет очень вкусным сейчас по прайсу, опять же, да, давайте немножко абстрагируемся, по прайсу он будет достаточно вкусным, и он, если так вот взять честно, он мало чем отличается от iPhone SE 3 поколения, своими возможностями, ну, может быть, да, будет он не так долго поддерживаться, как хотелось бы, как, опять же, понятным причинам, iPhone SE 3 поколения, но iPhone SE 2, это прям хороший сейчас будет такой, знаете, входной порог, чтобы пользоваться всеми сервисами Apple, также iPhone 11, на мой взгляд, это все равно лучшее предложение, если мы берем вот эту всю троицу, 311 iPhone SE 2 и SE 3, он все-таки стоит, он, во-первых, на рынке давно, да, вы можете сказать, но по батарее, по батарее, все-таки iPhone 11 попредпочтительней, плюс это свежий дизайн, это Face ID со всеми вытекающими последствиями, да, может быть, нету такой супер защиты керамик-шилда, как и в iPhone SE 3 поколения, но все же, мне кажется, я вот почти два года ходил с iPhone 11, это прям супер классный телефон, я вот сейчас хожу с 12 Pro Max, и вы знаете, ну, я не чувствую супер каких-то различий в плане производительности, и всяком будет работать дольше, чем iPhone SE 3, да, есть информация, что в iPhone SE 3 этого поколения, там что-то покрутили с батарейки, вроде как она больше, лучше, плюс, естественно, А15 Bionic, который оптимизирует вот этот все расход электроэнергии, зарядки телефона, но все же, опять же, я бы не стал как-то вот прямо сломя голову бежать за этим телефоном. Опять же, про iPhone 11, можете посмотреть очень много видео в интернете, я тоже снимал, и вы знаете, я бы предпочел, наверное, если вот так вы действительно хотите, сэкономить, а это сейчас очень актуально, это все-таки, наверное, iPhone SE 2 поколения, ну, не вижу я большой разницы между третьим и вторым поколением. Ну, а если у вас есть какая-то сумма, и вы думаете, куда бы ее вложить в плане телефона, конечно, конечно, вот прямо не будете разочарованы вы, это iPhone 11, плюс-минус можно поменять батарейку там, в сервисе в каком-то, если они еще работают, на мой взгляд, все-таки iPhone 11 из этой троицы, да, он более предпочтительный, хотя, второе поколение, опять же, повторюсь, если вам много ничего, много от телефона не нужно, то есть нужен стабильно, нужен хороший дизайн, такой, да, скажем так, устоявшийся, консервативный, хорошая камера, ну, на высоком уровне, давайте скажем так, на достаточно хорошем уровне, да, собственно, приложение и все сервисы актуальны от Apple, SE 2, прям вот это точка старта, ну, а если, опять же, повторюсь, позволяют бюджет, то, конечно, iPhone 11, на мой взгляд, SE 3-го поколения, это такой немного уставший уже телефон, позвольте так сказать, он еще не вышел, выйдет он 18 марта, и, естественно, мы посмотрим всякие гикбенчи, все, что с этим связано, но, опять же, повторюсь, что за такой фулл прайс покупать, такой старый, позвольте, хоть и классный дизайн, да, 15-й байоник, но, а 15-й байоник нам всего лишь дает более долгую поддержку, там, условно, на пару лет больше, чем того же самого iPhone 11, поэтому выбор за вами, но я бы предпочел бы все-таки iPhone 11, как бы это странно не звучало, потому что iPhone 11, он зарекомендовал себя, опять же, не только в моем опыте использовании, ну, и почитайте очень много положительных отзывов, можете почитать, конечно же, и негативные, но все-таки iPhone 11 такой современный дизайн, и со всеми фишками, плюшками, и Apple-овскими сервисами на 150 лет вам хватит его. Вот такое вот рассудительное, не знаю, болтальное видео получилось, не знаю уже, что, как его назвать, в общем, опять же, да, если подытожим, то iPhone 11 как бы мой фаворит в этой тройке, но это, опять же, только мое мнение. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, я как-то пролил свет, может быть, или наоборот вас накидал, более каких-то там сомнений навеял, но напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вообще iPhone SE линейки, да, там, пользуетесь ли вы SE первым поколением, вторым, планируете ли покупать третьим, мне будет, честно, очень интересно почитать, ну и опять же, напомню, что есть Telegram-канал, который я открыл, собственно, для резерва всего этого, Routube тоже появился тут, ну и группа ВКонтакте, в которую я тоже выкладываю видео, я думаю, что все будет нормально, и мы с вами останемся на этой площадке, на YouTube, она нам всем нравится, мне тоже нравится. Здоровья вам, дальше больше, увидимся в новых видео, берегите себя, своих близких, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok